всем приветики пистолетики доброе утро сегодня праздник у меня сегодня будут день рождения у меня сегодня он мама мне уже с утра песенки поет она утром вышла еще глаза не открыла уже пела с днем рождения happy birthday так вот спасибо большое всем за поздравлением и мы сегодня в мой день рождения спасибо за поздравления поедем куда поедем во дворец в какой-нибудь например массандровский дворец там рядом ботанический сад юля заметил какой-то мне в комментариях написали что очень классный и еще там есть места в общем мы сейчас находимся именно в таком месте вот это вот малореченская где и море классно где и народу немного вот мне это очень нравится кому-то не нравится вот мне очень нравится где цены невысокие и откуда можно с легкостью добраться до вот самых вот этих вот жемчужных будем так говорить достопримечательностей крыма а то есть дворцы сады вот и и и все и все такое это все сосредоточено именно здесь если советует нам именно поехать в такие места которые недалеко от нас поэтому с выбором места для отдыха мы точно не ошиблись ребятушки мы точно не ошиблись что у нас погода сегодня ну начнем вот с того что там наверху если вы присмотритесь это все-таки не по гост это мачты корабля вы видите внимательно нет флажок это музей мы обязательно сходим туда и вам все покажем а то те кто не знает ну хотя бы просто загуглили посмотрели обзоры других блогеров на эту церковь и на дом музей там не дом музея вот там морской музей там есть погода сегодня ночью был дождик поэтому морешка у нас волнуется штормит его чуть-чуть видите водичка но отдыхающих это не смущает кто-то вот себе устраивает морские прогулки на водных мотоциклах кто-то на катерах на лодках кто-то уже вон уехал на катамаранах кататься в основном все загорают вот некоторые еще и купаться умудряются но ничего видите не смущает такие вот прелести погоды отдыхающих люди приехали отдыхать люди отдыхают приехали за море кайфуют на море поэтому приезжайте село малореченской отель green виноградный 1д спрашивали меня еще знаете спрашивали как найти контакты отеля контакты у меня в описании напрямую без посреди не вот все поняли подходите ко мне в описании смотри все я вам оставлю ссылки контакт звоните спрашивайте цены здесь вообще вот от двух тысяч рублей так что заходите вот слышите колокола заиграли в общем да с днем рождения в общем а мы едем в массандровский дворец это дворец александра третьего это царский дворец и говорят что он самый красивый из дворцов которые здесь есть съездим проверим посмотрим ну что ребятушки добрались мы до массандровского дворца пойдем потихонечку пойдем потихонечку оказывается массандровский дворец для него еще идти 900 метров идти а мы почему сюда а мы же могли на машине сюда заехать только там знак стоит движение запрещено поэтому нельзя походу сюда проезд разрешен только все проживающим здесь ну девчонок всегда покушать пописать покакать вот видите как можно было на машине проехать чуть подальше вот хотя бы вот сюда они сюда тоже приехали они здесь тоже не живут а машину здесь стоят да очень интересно еще и кофе и до кафе мы зашли на территорию дворца здесь немного истории а дальше сам дворец до него кстати недалеко приусадебная конечно территория здесь так себе так себе в вранцузском дворе поприличнее сам дворец находится в горах вот на возвышенности будем так говорить подниматься сюда конечно не сильно тяжело тяжело тем кому тяжело мы идем по асфальтированной дороге в сторону касс сел на пенёк касали должен там похоже кассы группы экскурсионные собираются но мы наверно по-любому закажем экскурсию с экскурсоводом пойдем что-то девчонки отстали от нас смыслились и вперед вырвались вот он смотрите какой дворец воронцовский слушайте ну красиво вид конечно с него открывается просто бомбический вот эти сосна еще бы не мешались они прям огромные такие старые прям видно и загораживаются ну дворец тоже небольшой но очень симпатичный такой фонтан в центре тут сад уже получше немножко мысли если дошли до сада ароматов видите какая здесь красота сколько лаванды сколько роз сейчас пошли за билетами его дворец за это пошла подышать вкусными ароматами ну давай какие стеллы здесь красивые да и воронцовском дворце мы видели львов здесь похоже какие-то кошки не только в них головы этих кошек диких женские и мячьи в лапах типа они игривые что-то такие очень интересно вазоны для цветов там маки что ли цвели фонтаны у этих женщин видите внизу ну природа здесь конечно смотрите пахнет очень сильно распустились цветы на дереве магнолия и пальмы и сосны и розы а розы вот эти очень классные мне так нравится смотрите какой ствол она сама стоит как дерево прикольно скульптуры тоже необычный красивый и фонтаны здесь были мы купили билеты вот у нас александр 3 государь император миротворец годы жизни годы правления ничего у нас какая архитектура вот они такие дворцы но интересненько интересненько мы уже вон там одели бахит мы находимся сейчас в центральной дистрибюле первый этаж центральный южный столовая вторая приемная еще приемная опочивальный кабинет кабинет парадок и экспедиционный зал на третьем этаже сейчас мы все это посмотрим здесь пока ничего не удивляет украина был прав Михаил Семенович Воронцов его копия портрета справа вверху у окна генерал-губернатором российского края и таблического губернии многофишек помещен в Крыму в Крыму Михаил Семенович варил пяти ремнями главная из которых располагалась в Олубке Воронцовский дворец являлась центром культурной и сельскочей домики цветочного хозяйства и парк средние виноградники и табачные фантазы были обустроены оранжереи домами рабочих и служащих и был построен винный подвал верхняя массандра где мы с вами сейчас находимся всегда считалась ландшафтным заповедником пройдем немножко вперед мы построили небольшой одноэтажный дворский дом с открытой галереи его также называли экономическим домом он был хорошо обустроен именно сюда в этот дворский дом приезжал отдыхать путешествующий по ежнобережью император Николай I с супругой императрицей Александрой Федоровной в 1870 году дом на Санктре пострадал сильная буря снесло крышу, здание разрушилось граф Семен Михайлович Воронцов сын Михаила Семеновича уже больше в то время владельцем поместья на месте старого строения решают построить новый замок проект был заказан известному французскому архитектору Эдмону Бушару в романтическом стиле хорошо знаком по сооружениям французских королевств Нади расположенных в долине реки Гуары и были взяты за основу прототипы французские средневековых замков Блуа, Шантиль и Шамбор в 1880 году мы с этими темпами ночное строительство был заложен фундамент возведены стены была поставлена крыша все это было проделано в течение того года в 1881 году в 1881 году короче экскурсии не будет ребят мне интересно в Воронцовскому двери намного интереснее будет я вам так скажу дворец сохранился в его первозданном виде то вот вот Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Сих», «Симон» «Все убежали» «На второй этаж», «Все убежали» Продолжение следует... Продолжение следует... Оказывается, здесь царские семьи приезжали отсюда, уезжали, никто здесь не ночевал. Даже не ночевали. Просто приезжали, потусовались и уезжали. Я заметил, что очень много здесь таких моментов, когда при советской власти уже двери покрасили. Деревянные какие-то моменты покрасили. На четвертом этаже был туб-диспансер. На третьем этаже был туб-диспансер. На третьем этаже был туб-диспансер. В общем, что здесь сохранилось, это вот стены, лепнины не везде. Вот. Вон, видите, трещины какие-то. Это уже современное все. Сохранилось дерево везде, камины вот сохранились. Такие вот моменты. На третьем этаже выставка. Богдан Хмельницкий. К родным берегам. Ходчик. Вышли на балкон третьего этажа. Посмотрите, какой здесь вид шикарный открывается. Там сад ароматов и море. Какое оно колукое здесь. Красивое. Я не знаю, цветокоррекция передает или не передает. Но очень красиво. Лепкновенные. Красивые. Макнумли. Жиросвили. Огромное просто. Огромное дерево здесь. Вот она, крыше. Дворца. Как вам экскурсия? В России, Республика. Отлично. Понравилось? Да, да. Хорошая. Мы после экскурсии решили перекусить. С удовольствием ходишь, отдыхаешь. Прямо вот воздух. Шикарно. Шикарно. Советую. Ну, в Дворце было лучше. Лучше намного. Здесь так. Там как будто в царе. Здесь просто уже садыковские времена были. Вот эти вот жили. В Рометели. Резиденция летняя была. И уже какой-то атмосфера. Грузная какая-то. Грузная какая-то. Какая-то такая. Там веселость такая была. Легкость какая-то. А тут что-то. Тут что-то. Прямо вот это вот. Ну, я зашел. У меня сразу. В полюбой комнатке. Есть ли люди болеющие здесь на третьем этаже были? А, туберкулезный диспансер. Атмосфера вот эта, да, да, да. Может быть умирали даже. Это же госпиталь, по сути. Короче, Воронцовский вам понравится больше. Ну да. Чего как мороженое? Даже разговора быть не могу. Вкусное? А мне тут кису уходит. Хорош, что мог тирать. По вопросу о том. Нет. По вопросу о том. Мы вчера с Лешей рассуждали о том, что есть в Ялте хлебозавод или нет. Это Ялтинский хлебозавод. Сосиска в тесте. Вот такая вот. Выпечка хорошая. Там и с изюмом, и с маком. Ну давай быстрее пробуй уже, интересно всем. Ха-ха-ха. И с маком. И уже и с чем только не было. У меня самое главное сосиска, а не... Юль, тебе половинку вторую? Да. Не, не, я не буду. Это у мамы мукбан с сосиском асандровской. Вкуснятина? Да. Ну как? Иди сюда. Да он не ест хлеб. Слушай, они одинаковые. Два кисуна и хлеб не едят из-под сосиски. Давай, не едай, не святой, я тебя сниму. Мукбан с асандровой. А что сосиску не дали кошкам? Чего ты его не едите? Без квоста по одной ноге. Давай. О, Леша, перестань. Нет, едят, едят. Прикинь, коктейльичка будет. Тебе они по тебе не надо. Вкусненько им нравится. Я не люблю, когда кошки... А мои нога. Да ты что? С этим тебе ничего поделать. А, они ходят. Это близнецы, что ли? Ну, конечно, один без хвоста. Два брата-акробата. С хвоста. С хвоста он ходит. Почему без хвоста? А где он без хвоста? С хвостом. Мукбан с асандровской сосиской. Мирикое у него лицо. Сосиска. Ну да, еще он. Сосиска, мягкая-мягкая кесточка. Вам, наверное, интересно, что за муки тут закадровать. На. На, что кормят кошек. Мягкое кесто. А это подчапкивание, мама. Подчапкивание. Ой, как вкусненько. Ой, у меня в телесе. Ой, мукбан. Где тут идут все, я буду чай пить. Мама так находилась по асандровскому дворцу, что подвернула... Короче, его лисы мороженое. Я сюда, в забедренном суставе. Юля с мамой зеленый чай. У меня черный тест. Я думала, она на меня упадет. Вот. Я испугалась. Но она там сделала праздник специальное. Ребята, пока мы сидим за столом, меня доченька решила поздравить с днем рождения. Я, правда, не знаю, что там. Что за подарок. Но она очень хочет поздравить. Давай, доченька. Только ты рассказывай сразу. Что, зачем, ничего и почему. А что подарила теща? Она меня долго уговаривала. От тещи мне подарила спортивный костюм. Вот этот подарок от нас с мамой. Мы тебе подарили. Ты же коллекционируешь монетки? Монетки, да. Это настоящий день. Ух ты, а у нас с тобой есть такие 100 рублей крымские? Нет. Нету? Нет. Ух ты. Классно, мам? Да. Монеты нас сочные. Это настоящие. Это прямо с крымской тематики. И патриотические, там всякие разные. Отличненько. Спасибо большое. Иди сюда, дай я тебе поцелую. Так, Юля, от тебя выжить в твоем. Монетки, короче. Да. Ты что-то еще что ли? Мама, календарь это ты? Это еще не все? А, это еще не все. А что такие 100 рублей есть? Календарь. О, вот это мне надо. Это очень крутые наборы. Это мне надо. Календарики я люблю. Спасибо, доченька. Это она в подарок положила. Это мне. Это мой подарок. Мой подарок. Мне доченька подарила. Не знаю, что там. И вот это, Леш, она очень хотела сама. Она сейчас тебе объяснит, почему она хотела. Она меня так долго уговаривала, что там это все. Как она любит подарки выбирать. Обожает. Хорошие. Сейчас она объяснит, для чего. Смотри, ты же любишь там ложить всяких хлебушек, там колбаску в одну тарелку, да? Да, да, люблю очень. И вот ты, надо, чтобы ты ее рассортировал. Поэтому вот эта штучка, другие варианты, она даже не рассматривала. У нас такого нет. Чтобы можно было закуски всякие разные, да? Да, картины, смотри. Точно, ты знаешь, вот я такую тарелочку еду не буду складывать. Я ее буду хранить. Мы ее как сувенир. Не, мы будем пользоваться, давай. Давай мы ее как сувенир. Она, кстати, к вашему сервизу очень хорошо будет подходить. Она классная, да. Побно же тебе подарю, чтобы ты вошел. Чтобы пользовались. Ну ладно, давай тогда буду пользоваться. А когда мы ее, это, испорчу я ее, она затрется. Мы приедем, купим новую, да? Ну все, договорились. Ой, как красиво. Еще там что-то, Алис, уже. Молодец. Объемный. Спасибо, любимый. Спасибо. Полезный подарок? А да, отлично. Вообще хороший подарок. А я сомневалась, говорю, давай что-то другое. Она, нет, это папе надо до 100%. Конечно. Ласточки на гнездом. Ну, мы обошли пока только два парка. Воронцовский. Воронцовский. И Массандровский. В общем, продолжаем. А теперь выбирай котик. Ну, давай мне вот. Какого? А какой тебе больше нравится? Тебе какой больше нравится? Для тебя? Тебе, тебе какой больше нравится. Мне этот. Вот его забирай, а вот это во мне. Ладно? Все, спасибо. А если ты медали, ты должен сказать или есть? Вот, читай, давай, изучай дворцы Крыма. Панеты. И нам расскажешь с мамой, в какой дворец следующий мы поедем. Хорошо? Завтра можем, послезавтра поехать. Завтра давайте отдохнем. Завтра давайте отдохнем, дома посидим. Мама, я три раза присоеду. Это настоящие, они говорят, это настоящие деньги. Настоящие. А сколько это стоит? Ну, не знаю. Тысячи там с чем-то. Тогда да, тогда настоящие. Сейчас посмотрим. Уже пошли на выход. У девчонок тут фотосессия на велосипеде. У лаванды, у желтых вот этих цветов. Смотрите, мама отличненько. Ох, ребята, весело с ними, понимаете? Не соскучишься. Скучать не дают расслабляться тоже. Поэтому сейчас поедем домой. Ближе к вечеру пойдем куда-нибудь в кафе сходим. Праздничный поужинаем. Два, два, три. И все. Давай, давай, давай. В разные стороны три раза сделаешь. Не знаю, уйдем мы сегодня отсюда или не уйдем. Уже хотели было уйти. Девчонки вернулись вот сюда вот. к придомовой территории дворца. Полисадники здесь сидят. Две вот такие вот сихвои. По 137 лет которым. Представляете себе? Она просто необъятная. Она огромная. Я не знаю, сколько человек надо. Человек 6, чтобы ее обнять. Ее никак не откопать уже, дочь. Там прикинь какая корневая система. Мне вот интересно, какие у нее шишечки. Обычные, какие же. Обычные или необычные. Внизу не вижу. Наверное, обычные. Не валяется внизу. Нет, валяются обычные шишки. Вот нет. Все, что ли? Пойдем. Куда? Домой? Да. Поехали. Выходите здесь в спуск. Ребята, мы вернулись в отель. Переоделись. Привели себя в порядок. И сейчас шагаем в кафе. Вот видит мой день рождения. Куда пойдем-то? Куда Алиса скажет. Алиса, как всегда, хочет в хуторок за драниками. Пойдем, Таня, в хуторок. Поедим в хуторке. Выгуливаю курочек. Чек. Море, смотри, что бушует. Без буши. О, а как все-таки дела? А сейчас, знаете, что... Море сегодня бушует. Видите, что волна за волной. Хорошо, что мы сегодня этот день провели во дворце. Устроили себе экскурсию. Ребята, мы пришли в кафе национальной украинской кухни. Мне принесли салат от салоти, называется. Он с яйцом, болгарским перцем, огурцом, ветчиной и сухариками. У Юлии от греческого пана. У мамы больше. Не фига себе. Вот это намазочка. Это борщ с такой штучкой борщ? Больше. Поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо большое. Мы тебя любим. Спасибо, взаимно. Будем стараться вести себя хорошо. Обязательно. Чтобы ты не огорчался, чтобы у тебя всегда было хорошее настроение. Мы обещаем и будем стараться. Спасибо. Кому-то в комментариях уже достали наши дранинки. Но мы их очень любим. И когда приходим в это кафе, всегда заказываем дранинки. Помногу всегда. Ну вот и все. Наш вечер подошел к концу. Посидели, поужинали. Отметили мой день рождения. Всем, ребятушки, пока-пока. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok